Прошлая неделя стала фатальной для Беллы Кузнецовой. Самая младшая ученица школы леди с треском провалила испытания в поместье Холстико. Алкоголь ее погубил. И, наверное, все согласны со мной. Вы, пожалуйста, не уходите. Ты... Нет! Я так узнала. Мы очень верили в вас. Белла, но вы эту веру разрушили. Мы вынуждены сегодня попрощаться именно с вами. На полпути едешь обратно. И, встали, 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 встали. Я отвечаю, я... Жалко, что она вышла, но сама себя закопала алкоголем, бухлом. Говори. Бля, серьезно? То есть мы начинаем выпуск с того, что ее ни хрена не выгнали. Аля, добро пожаловать в первое правоведо. Вы серьезно? Бля... Не, ну я жрю. Она делала рейтинги. И в который раз не сдержала слова. И справедливо заслужила такой вердикт. Я знаю, сколько пережито тобой. Сколько пройдено. И мне кажется, знаете, она так в голове думает, стоп, схренались, со мной сейчас общаются. Хотя она до конца и не знает, как уезжают другие участницы, куда они потом там, кто с ними говорит. И я очень хочу, очень сильно, чтобы ты сделала три вещи. Перестань пить. Перестань нервничать. И попробуй простить маму. Это важно. Я решила использовать свое право вето и вернуть Белла в проект. Вот это сейчас там некоторые обломаются. Я верю, что она сможет измениться. И надеюсь, что она меня не подведет. Я очень... Ну я, честно, я отчасти я рад. Но я очень надеюсь, что она опять не... Хотя, честно, она уже столько раз обещала. И мне было обидно, что человек обещает и нахрен не сдерживает свое слово. Типа, окей, давайте вот представим, что, возможно, сейчас что-то у нее в голове перемкнет. И она начнет себя нормально вести. Благодарна то, что вы опять дали мне этот шанс. Вот именно, опять. И я буду делать все, что в моих кинях. Она делала рейтинг, и я не спорю. В рейтинге начинается седьмая неделя обучения. И ученицы еще не знают, что Белла вернется. За спиной у пацанок нелегкий путь проработки детских травм. Страхов и обид. Зачем мне эти ваши психоанализы, или что, как это называется? Я отставила это от себя. Я не хочу это вспоминать. И впереди самое сложное. Девушкам предстоит разобраться в семейных проблемах. И встретиться с самым близким человеком, мамой. Я очень обижаюсь на маму. Отпусти ты это, отпусти. Я ничего не чувствую к маме. Для меня это шок. Ага, это мама была? Он точно вспомнил. Мама с алкоголичкой. Смогут ли девушки быть подкровенными со своими родными? Простить былые обиды? И впервые сказать такое важное. Люблю. Для нее сказать там, я люблю тебя, это очень сложно. Я ей никогда этого не прощу. Никогда. Прости. Короче, выпуск про мам будет очень трогательный. До соплей. Простите, я тебя управляю. Честно, мам, мне хватило всего. Костя. А Беллу что не показали? А пока что ученицы бодро шагают навстречу первому испытанию. А они еще пока не в курсе, да, всего происходящего? Мы сейчас в парке будем просить мылоистые. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Поздравляю вас с экватором в обучении в нашей школе леди. Раз, то есть половина прошла? Я вообще шок, как я еще тут до сих пор. Я думаю, что у меня после той недели попрут. И полагаю, вы готовы к итоговым этапам проработки проблем вашего прошлого. Отношения с мамами. Типа с мамой мне нечего говорить, абсолютно. Я не хочу с ней налаживать какие-то контакты. Просто, ну, я не ощущаю, типа, что она воевает. Если вдруг на этой неделе я увижусь со своей мамой, я хочу признаться во всех совершенных ошибках. Конечно, у меня с отцом больнее были отношения, но с мамой тоже не лучше. И для того, чтобы разобраться в них, сегодня вам самим предстоит быть в роли мам. Ухаживать за детьми на детской площадке. В этом нам поможет Анна Анатольевна. Рада знакомству с вами. Мы тоже. Сегодня вы на весь день станете главными в нашем детском саду. Когда я услышала, что это будут действия, у меня не случилась внутренняя паника и истерика. Я вообще не знаю, чем воспитатели занимаются. Я говорю, мои только булки жрали и на нас орали в детском саду моем. Для меня вообще детский сад – это самое противное воспоминание из жизни. Пожалуйста, проявите максимальную стрессоустойчивость, умение договориться даже с такими маленькими личностями. У меня с этим нет проблем. А может, есть. Не знаю. Все возможно. Пацанки даже не подозревают, во что вляпались. Впереди беспощадная схватка с батальоном самых вредных войск. Противник превосходит в численности, маневренности и неумению вести переговоры. Я тоже в домике. Миша, блин. Главная наша задача, чтобы девочки почувствовали себя на месте своих родителей, которых они ранее осуждали, которых они не понимали. И посмотреть, насколько у них хватит терпения, выдержки. Ну, окей, ладно. Хотелось им понять, что такие отношения, они… Всегда это большая работа. Но неугомонные карапузы – не единственный сюрприз, который ждет пацана. Заходим и видим человека. Здрасте. Ну, по-любому, какая-нибудь повариха или повар? Я увидела щеку из-за плеча. Я такая, типа, чего? Это Белла. Я была в таком шоке, типа… В смысле, да? Да. Взовусь. Прыгать на шею и радоваться, типа, не собирался. А чего себя так на малую увезли? Я тебя уже домой отправил. На самом деле, твой выгон реально был справедливым. Нет, не согласен. Ну, как обычно. Я говорю, Настя, мне не надо ничего говорить. Я не хочу с ней выяснять. Скажем так, реально, выгон был справедливый, но она рада, что она вернула, что ей дали шанс. Какие-то отношения. Она здесь нужна. Я почему-то не уверена, что у нее получится. Я думала, что она, типа, дома будет бухать, что она не справится с собой. Согласен. И мне очень хорошо, что я вернула. Ну, это мое мнение. Бой первый. Битва за здоровое питание. Ну, Костя очень доброе, честно. Искусно закоммулировать брокколи и авокадо и доставить секретные ингредиенты в желудки врага. Ей настрадь на победу, она реально хочет там помочь. Есть сливочное масло, поэтому на вас возлагается миссия накормить маслом мальчику. Как вы это сделаете? Масло, с чем оно сочетается? На самом деле, Костя, бывает, тоже не сильно борется за победу. Вот хочет ссать, пошла поссать. Хочет, сказала какую-то хрень, стала и вышла. Она не парится. Я помню, как меня воспитатели заставляли жевать кашу вонючую. Я вот не ем, она комков туда накидает, будто сама их лепит вот так из манки, из мокрой, и закидывает в эту кашу, в тарелку, мне клянусь. Давай мы с тобой кусочек сидаю. Чего, конечно. Давай мы с тобой покушаем кашку. А им сказали отказываться. Если не было такого, что со мной ссюкались и бегали с разных сторон. Алло. Алло, мам, привет. Рейсы давай. Ты начнешь кота скинуть. Я сказала мне, не звони все, до свидания. Ма. Когда я думала, что ты хочешь есть, меня просто били. Ну, я очень люблю детей, но на тот момент я просто не понимала, как себя вести. Понравилось? Нет. Нет? Попробуй коктейль. Он тебе должен понравиться. Ну, месячный, может, скоро. Не знаю. Больше не хочется кушать? Многих не получилось. Осуществить мечту родителей, каша не съедена. Так, конечно, она не съедена. Во-первых, либо дети вашу кашу не любят, либо вы им сказали, вы должны эту кашу не жрать. Полный провал вообще. Я вот уверен. Битва на танцполе. Получится ли Анжелике и Веронике затанцевать армию детей до полной капитуляции? Давай выучим танец с тобой. Давай. Так, ребят, давайте... Давайте... Я реально не знала, что с ними сделать. И у меня само воспитание тоже не айс. В моей ситуации как было? Что-то не так, я получала... Ну, я просто... Ай, опять ты хулиганишь. Давай чуть-чуть потанцуем, пожалуйста. Ну, я же не могу взять и мне что-то не делать и дать им... С ними я никак не могла совладать. Полное непослушание. Это фиаско. У меня инсульт. У меня энтарг. Ну, реально провал... Финальная битва. Неуловимые мстители. Готовы ли Ксюша, Катя и Наташа взять измором противника на детской площадке? Ей заставили быть непослушными. Я понял. Ребята, давайте встаем с токарей дружно напротив меня. Встаем... Вставай, 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 вставай. И сейчас вставай напротив меня. Сказали, так, Валеричек, у тебя должно быть щела в жопе. Солнышко, встань. Естественно, я в душе не представляю, как детьми управлять и как с ними нормально работать. Я вообще не помню, чтобы мама меня как-то веселила. Вот я ребенок, да, твой, ты мне никогда заботы не давала, любви не давала. Ты считаешь, что это нормально? Я вообще не понимаю. Может быть, я не умею просто свою любовь выражать как-то? Ну, как умею, скажем так. Поговорили? Да, поговорили. Ну, все, я пошла дальше, что ли? Бухать в разнос. О, боже мой! Тихо. Катю, главное не предали молого, блядь, не упади. Этот побежал туда, этот сюда, этот с телефоном уже. Зачем ты убегаешь? Я не буду отбирать телефон. Откуда у нее такой дорогой телефон? Я, блядь, с тапочком хожу, тыкаю, блядь, кнопочки. А у нее такой еще и сенсорный. Я думаю, блядь, дети сейчас пошли в детском саду и такую мобилу умеют. Сенсорный телефон, это не значит всегда дорого. Есть такие телефоны дешевые, сенсорные. Конечно, топор-топорлом, но сенсорный. А если там айфон? А то еще или одиннадцатый. А на улицу собрали трех самых маленьких девочек, да? Я так понимаю. И с позором уносит ноги с поля пор. Горе-воспитатели собираются для подведения итогов. И большинство пацанок еще не знает, что первой встретит не директор детского сада, Белла, а бывшая соученица. Белла! Белла! Я просто... Я просто была в шоке и других эмоций. Я даже не знала, какие эмоции. Ты тебя на... Белла! Белла! Я так ее обнимала. Я счастлива. Как сестра наша. Как будто вот с утра, наверное, так мне показалось. Ну, он жалко рада, да. Но не все. Я благодарна Марии Третьяковой, то, что она мне дала такую возможность еще раз проявить себя. Вот. Но я не подведу, короче, ее. Но я надеюсь на это. Я буду делать все, что в моих силах. Белла, с возвращением! Спасибо. Не рада, я смотрю по факту, только... Пути лав. Один человек. Как бы они не говорили, что возвращение это типа... Мы тебя там все любим. Нет. Ты думаешь сам за себя, когда после выгона уходит тот другой человек. И это правда так. Была зла на Петруху. Из-за показа вот этой паштой бутылки водки. Вот. И меня это бесит. Именно поэтому этот человек заслуживает ехать домой. Схавала ты меня эту неделю? Моя очередь хавать тебя. Бог не яшко увидит. Кому тяжко я вернулась, и тебе просто будет. Вот и все. Белли будет не просто оправдать доверие Марии Третьяковой. Ой, не напухайся. Тем более уже на старте этой недели. Она, как, впрочем, и остальные ученицы, с треском провалила первое испытание. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш день прошел? Замечательно. Неплохо. Петруха не рада. На самом деле я весь день наблюдала за вами пристально. И вот что хочу сказать. Наши повара Настя и Костя. Вы, конечно, приготовили удивительные блюда. Я не знаю вообще, как пользоваться авокадом. А что это вообще такое авокадо? Но не все соответствовало нормам и рекомендациям. Но главное, что никто не умер, и все живы и здоровы на самом деле. Это действительно главное, Костя. Девочки, я видела ваши старания и очень понимаю, что вам сложно. Но, увы, вы устроили полнейший хаос. Похоже, пацанки совсем не готовы к материнству. Большинство не знает, что такое счастливая семья. Но сейчас у девушек будет возможность поговорить с мамой в присутствии психолога проекта. Это интересно. И попытаться начать отношения с чистого листа. Но девушки об этой встрече даже не догадываются. Это семейная неделя. И очень важно, чтобы девочки закрыли все свои вопросы, все свои обиды с мамами. Только так они смогут двигаться вперед и создавать собственную семью. Потому что это та почва, на которой растет их собственная женственность, материнство и в целом вся их будущая жизнь. Сегодня будем говорить наедине. Потому что будем говорить о самом главном человеке в жизни каждой девочки. Мама. А как же не папа? Почему ты плачешь? Потому что ты и вправду важный человек в моей жизни. Вот ты можешь вспомнить какую-то ситуацию, в которой вот тебе сейчас хотелось бы прокричать маме. Вот почему ты так сделала? У меня мама не умеет обижаться. И она приучила меня, что в семье ссорятся, но не расходятся. Иногда, когда дома с папой все плохо и идут скандалы, то он, ну, причинял ей когда-то боль, там, физическую, моральную. Он что, бил, по-моему? Да. Я очень обижаюсь на маму, что она слабая, что она такая мягкая, многое терпела. Я иногда ей говорю такую фразу, почему ты раньше с ней не развелась. Ради волос. Наташа даже не подозревает, что прямо сейчас из другой комнаты за ней наблюдает мама. Я не могла оставить их без отца, потому что я сама без отца росла. Мне было очень тяжело. Когда узнали, что у меня нет отца, я потерпела фиаско в своей жизни. И маму зовут Наташа, и дочь зовут Наташа. Я боялась, что моя дочь, если останется без отца, она вдруг где-то в какой-то промежуток времени сломается. Она была не права, что решила, что отец у детей должен быть хоть какой-то. Отпусти ты это, отпусти! Мне больно от того, что у мамы жизнь не сложилась. Ну, как бы у мамы с папой нет любви. А из-за того, что я не вижу любви... Ну, живут она жаль, потому что так надо. И от этого идут уже проблемы во мне с моими взаимоотношениями. Потому что я чересчур сильная в отношениях. Прости меня, ради бога! То есть, получается, ты, глядя на страдания своей мамы... Я не доверяю мужчинам. Котя, ну зачем ты ломаешь свою жизнь? Ну, она берет пример. Что ты делала на все эти наколки? На наколки, на самом деле, это правда. Возможно, неосознанно, но отношения родителей как-никак, но очень часто оставляют отпечаток, типа, на дети. Можете мне как-то помочь? Все. Не всегда. Что ты сейчас говорила мне. Ты можешь сказать маме? Сказать. Кому? 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 Маме? Маме? Бля, ну это жесткие выпуски будут. Дочень, прости, отпусти. Ну, я тебя, маленькая, глупая, неизвинилась. Я говорила с тобой никогда ни о чем. Я люблю тебя все. Бля, ребята, проект «Жди меня». Давайте переживать за нас. Надо переживать уже за себя, понимаешь? Я не ожидала, что я увижу маму. Это потрясающе. И мне ничего важного этого. Веря себе. Это важно. Мы уже стареем. Наши ошибки состарились вместе с нами, остались в прошлом. Все, не совершай своих, это самое важное. Мы все несовершенства. Мы же не можем жить и не совершать ошибки, правда? Но мы должны прощать друг друга. Мама была очень мягкой с папой, значит, я буду очень строга с мужчинами. Это тоже перебор, да? Все, что слишком, это нездоровье. Золотую середину найдем. Успокаивайся, дочь моя. Все поменяем, котик. Я поменяюсь, я начну с мужем диалоги определенных. Это сильный момент. Понимаю, что, возможно, до сознания у него это, ну что, нам 59 навряд. Вряд ли дойдет. Но, тем не менее, высказывать я буду. Высказывать свою позицию. И, возможно, вот эта позиция, она все-таки, пусть и в старости, но изменит его отношение к нам. А вот Белле, в отличие от Наташи, будет невероятно сложно найти общий язык с мамой. Ведь они не виделись 12 лет. И приедет ли вообще она сегодня в школу леди, чтобы впервые откровенно поговорить с дочерью? Я хочу поговорить с тобой сегодня о твоей маме. Какое у тебя было детство, Белла? Не самое лучшее. Что видела я, не должен видеть ребенок вообще. Видела, как моя мама употребляла наркотики. Я помню, я начинаю заходить в комнату. Я вижу, что мама колется. И меня быстро какая-то девушка закрывает дверь и говорит, подожди. Я люблю маму. Но я не понимаю, за что мне вообще такое было. Почему Анна так со мной поступила? Отказалась от меня. Может быть, были какие-то обстоятельства, которые повлияли на этот выбор? И так повлияли на твою, на ее жизнь? Если ей где было спать, значит, и мне было где спать. Ты не можешь простить маму? Ну, я хочу. Я... Просто хочу услышать ответ. Зачем ты меня сдала в детский дом? Тогда давай послушаем ее. Серьезно? Сколько пришлось заплатить мамке, чтобы она пришла? Да что за праздник? Жди меня, блядь. Она реально 12 лет ее не видела? Я тебя очень улюбил. Ё-моё, мужи. Как это хорошая сказка? Я даже не помню, когда она меня в последний раз обнимала. Она меня так крепко обняла. Это очень такие эмоции, что... Это не передать словами. Пойдем. Садитесь. А ты с чего взяла, что я от тебя отказалась-то? Как тебя могла забрать, если я тебя родила в тюрьме? Я вообще... Ну, у меня был шаг. Тонеслась. Ну, я была не готова услышать это от нее. Родить в тюрьме, просто вот так вот дотрогнуться и унести. То есть меня с тюрьмы вывезли, я родила, и через два часа я была уже в камере. Плакала? Ну, конечно, плакала. Представьте, родить ребенка и забрать ее, я ее минуты не видела. Пять лет, ну, вы представляете? Вы думали о ней? Всегда. В детский дом письма, открытки. Я писала, мне отвечали, болеет, как она там растет до малютки, до трех лет. Потом перевели в детдом, у меня тетка ездила, мне фотографии присылали. Ей воспитатели должны были говорить. Вот именно, что мне только говорили, то, что тебя никто не заберет, ты никому не нужна. Она закрытая такая была, чтобы поговорить непосредственно. Она многое в себе держала. Да, мать делом наделала. Она мне это наконец-то объяснила. Что я наконец-то отпустила это все, что я поняла. Как можно не любить вообще своего ребенка? Это же вообще нонсенс. Странно, почему-то она по телефонному разговору в начале было такое, типа, что там ляпнуто, типа, пошла в жопу и не звони сюда. Именно мамину. Может, мама была под этим? Мама не говорила мне до этого. Либо по венам била. Ни настроения не было. Если Белла мечтала увидеть маму, то для Кости это страшный сон. Она избегает общения с матерью и уверена, что это взаимно. О, здесь мателка наличка сразу видно. Мы сегодня будем говорить о самом близком человеке. Хоть и накрашенной. Жизни девочки. У меня только один был близкий человек. Это моя бабушка. Сейчас сестра. А есть ли у тебя мама? Есть. Поговорим? Нет. Почему? Я не хочу. На основании того, что она всегда меня бросала, меня забрали в детдом, она мне сделала выводов, и у нее забрали всех детей. И она до сих пор не делает выводов. Забывая то, что я была вместо отца вместо мамы, она думает, что это очень легко. Она вспоминает только по пьяни о том, что у меня есть дети. И что она их любит. Говорит. Я в это верю. Значит, во всем виновата я. Бля, ладно, хорошо. Так если ты алкоголичка, бля. Для меня это шок. Я не хочу, чтобы в моей жизни присутствовали люди, которые когда-то мне сделали бой. О, сейчас скажут, ёбля. У тебя посмотреть приехала. Не ожидала? Вообще нет, я думала, ты села. Я не знаю, как это, повядываться маме. Ты все сказала? Больше сказать нечего? Хорошо. А что вы можете сказать Косте? Может быть, она что-то неправильно понимала? Мои жизни происходили тоже. Я и в интернете училась. И все тоже. Еще хорошего не было. А почему Костя оказалась в детском доме? Судьба, наверное, моя повторяет. Че, блядь? Что за блядь? Значит, если у меня сейчас появятся дети, они тоже блядь должны пойти в детдом. Да? Мать там, конечно, такая. Оторви и выбрось. Ты должна думать, что у меня кроме тебя еще двое детей были. Были. Ты прекрасно знал, что Стасик старший. Я ему больше внимания уделяла, потому что он старший. Потому что он мальчик. Тебе это не нравится? Я уделяла, потому что он старший. Знаете, всегда говорят, типа, я уделяла ребенку, потому что он младший. Ему нужно больше внимания. А тут она вообще какую-то херень несет. Я уделяла пацану больше внимания, потому что он старший. Че, блядь? В первый раз такое слышу. Уделяла, потому что он старший. В основном всегда слышу, когда уделяла внимание, потому что он младший был. Но не старший. Слушай, ревенди. Да нет, не в этом дело. Он тебя пи***ет. Ты звонишь мне и жалуешься об этом. Я говорю, пи***ь, тогда не общайся с ним. Зачем ты ему двери открываешь? Нет, я больше не буду. И потом ты снова повторяешь то же самое. Ты открываешь ему дверь, и он опять тебе пи***ет. И мне пи***ть, что мне делать, скажи? Ты можешь немного без инцизуры? Я не могу, мам, не угадать с матом. Ты сожалеешь, что ты не могла защитить маму? Я хочу помочь маме, пи***ь, но я не могу. Ну, если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты попросила для мамы? Все. Самое главное, чтобы мама не пила. Я работала не проституткой. Да хоть убойщицей, мне все равно, кем она работала. А, на проститутку алкоголичка? Для тебя важно делать, что с мамой все благополучно? Нормально. Хотеть одно. Ну, типа, я не могу одна этого хотеть, понимаете? И... Если бы она постаралась, у нее бы все было. Что она такая потрепанная, что она такая жизнь. Она виновата сама. Согласен. Таня, что нужно сделать, чтобы Костя не плакала, думая о вас? Просто не думать о плохом и все. Она не справится никогда. Нет ни одного шанса, что она справится. Нет. Ничего сказать, ничего сказать. Ничего сказать. Это... Я не банкоза, не следить всю жизнь и жалеть ее. У меня есть свои проблемы, есть в своей жизни. Типа, пусть она... Согласен. Жизнь в... Хочет. Честно, мама, мне хватило всего. Костя. Ну, здесь видно по лицу потерянный человек, мамаша. Без обид. Реально потерянный человек. А вот у остальных девочек встреча с мамами проходит очень тепло. Пацанки по-детски счастливы и не стесняются слез радости. У всех мамки более-менее. Кошу кости, бляд, оторвивые. Таких объятий между мной и ней не было. Только личка проститутка, которая вообще насрать. Нет, это было так для меня дорого, так трогательно. Все хорошо. Ну, видела маму, я обалдела, потому что я думала, что он не приедет и заработает. Все хорошо, все хорошо. Я знала, что она приедет. Типа, поддержит. Следом к психологу отправляются девочки, для которых встреча с мамой, увы, не состоится. Но горькие воспоминания об отношениях с самым близким человеком до сих пор не оставляют в покое пацанок. И они нуждаются в помощи психолога. Мне бы хотелось хотя бы в одну минутку с мамой увидеть, но я не могу. Ты рассказывала о том, что когда мама умирала, ты говорила ей грубые слова. Она у меня болела раком и была уже в таком лежачем состоянии, то есть когда она уже не ест, не пьет. И у меня моя последняя практически фраза была, то, что типа, если ты сейчас не перестанешь вести себя так и не будешь пьет, я кидаю тебя, собираю шмотки и я пьет дальше своей жизнью тусоваться и кайфовать. Все. Тебя никто не обвиняет, ты понимаешь это? Кроме одного человека на земле, кто тебя обвиняет, скажем? Я сама. Маленький малыш, ты все сделала правильно. Ты все сделала правильно, ты послала маму нахуй при смерти. Это все нормально. Умничка, надо было еще и по морде дальше, чтобы у нее вообще нахрен аппарат искусственного дыхания отключился. Делала все, что могла, Вероника. Похвалили, бля. Нет, что сказать, что ты просто была на эмоциях, типа, ну так ты-то расчувствовала. Если бы ты была своей мамой, и она бы увидела тебя сейчас. Бля, такой психолог какой-то. Обняла бы, наверное, как всегда. Я тоже могу быть психологом. Что? Ничего страшного. Давай, иди сюда. Маленький, подождай. Ты сказала, мама, живи. Она бы добавила ключик ко мне, сказав важные слова, которые мне нужны были. Я почувствовала облегчение. Я вспоминаю твой кастинг. Ты говорила, что мама царица. Да. Мама для меня это бесценно. Это моя царица. Моя мама была очень сильной. Она героиня. То, что родила семерых детей. Заботилась о нас и смотрела. Все она. Если бы все было идеально, ты бы здесь не сидела. Она пела. Я не хочу думать о плохом. Хочу сказать, не только хорошим. А когда будем взрослеть? Просто очень ее люблю, понимаете? Ты понимаешь, что это вопрос не любви, а вопрос объективного взгляда? Мне очень важно было, чтобы Анжелика посмотрела на свою маму трезвым взглядом. Только так она сможет по-настоящему повзрослеть. И создать свою семью, и не нести за собой багаж своего прошлого. Ты помнишь что-нибудь, обидевшее тебя? Да, я помню. Расскажи. Она меня пила очень. Мама страдала алкоголизмом. Да, конечно, бля, вы фотографию видели. Единственная фотография, которую показывали на кастинге, мама вот такая. Конечно, страдала. Не в том же состоянии, просто не обращалась внимания. Были моменты, когда ее очень долго не было дома. Она когда-то уезжала, мы оставались одни. Надо допить печку, чтобы дома тепло было. Потому что она очень холодная. Потому что у нас дом просто разваливается, окна все побитые. И ты просто, знаешь, чтобы фольгой перематываешь, чтобы хоть как-то согреться. Сильно меня обижала, когда она кричала. Нам приходилось с сестрой, с братом убегать. Потому что мы сильно боялись. Когда-то мне прилетело так, потому что лучше себя бы не было. Я как будто была без разницы. Плохо мне, хорошо. Что тогда ты чувствовала? Что я одинока. Что мне не хватает материнской любви. Это очень больно. Анжелика. Ай. Мама святая? Да. Я не знаю, почему она пила. Я не знаю, что с ней происходило. Что у нее было на душе. Она растела одна. Ей тяжело было. Очень тяжело. Ты отдаешь себя отчетом, что ты ее идеализируешь? Что вы хотите от меня услышать? Она очень любила маму. Когда она пила, а тебе было шесть лет, пять лет, четыре года. Знаете, это бывает случай, когда пытаются сказать, да, у тебя мать алкоголичка, но пойми ее. А тут говорят, у тебя мать не идеальная, у тебя она бухарь. Нет, она хорошая. Нет, она бухарь. Малыш, надо жить не с кумиром, не с иллюзией. Понимаешь, солнышко? Надо жить, широко открыв глаза. Ты же не становишься от этого слабее. Понимаешь? Ты просто становишься честнее сама с собой. Что? На меня смотри. Сейчас так в дыню дастся, очки слетят нахрен. Иди сюда, Анжелика. Очень важно понимать, что она была человеком, а не царем. Слушай. Анжелика, посмотри на меня. Ты сейчас отговариваешься просто. Все будет хорошо. Беги, солнышко. Спасибо тебе большое. Что в итоге было за встреча? Девочка реально любила свою мать и вообще старалась не замечать всего плохого. То есть, ну да, и дизизировала. Не вижу ничего плохого, но мамы уже нет. Она говорит, не, у тебя мать была алкоголичка. Анжелка, не, не, не. У тебя мать не хорошая. Она тебя оставляла. Помни об этом. Она думает, бля, я хочу как бы о маме думать хорошо. Хоть было и не все хорошо. Не, не думай хорошо. Мать тебя алкашка и тебя не любила. Вот. Плачешь? Плачь. Я тебе помогла, блядь. Ай, блядь, помощница. Ой, помогла я смотрю прям. Ох, помогла. Малыш, иди сюда. Ты вот сейчас ударила чем-то. Я понимаю, что ее нет. Я знаю. Лена Лигна, вы меня слышите? Что? Я знаю, что ее нет. Я зла просто. Если 9 лет ты была, понимаешь? Всего лишь 9 лет. И ты думаешь, я буду искать какие-то минусы мне? Да, мне это надо. Я хочу запомнить самое лучшее. Вот и все, о чем я говорю. То есть ты психолог немного тупой, как бы. Она пыталась максимально что-то хорошее не запомнить. Чем ты помогла, блядь? Тем, что ты сказала, что у нее мать херновая. А вот Анастасия Петрова, похоже, очень трезво оценивает отношения мамы к себе. Она умерла от передозы. Я уверена в том, что мама меня не любила. Это чем-то быть психологом, блядь, проекты такие. Я помню, как я выливала водку, когда она спала с отчимом. Я помню, как они ходили голые по квартире, пока я ела на кухне. Я ей благодарна только за то, что она дала мне жизнь. Мои воспоминания, мои обиды, ненависть, злость на биологическую семью закопала любовь. А моя и нынешняя семья. Последней к психологу идет Тина. Она с нетерпением ждет встречи с мамой. Тем более, в отличие от мам других девочек, она живет в нескольких часах езды от школы леди. Типа, это очень близко, да? Я очень сильно волновалась. Сижу и понимаю, что увижу маму. Я очень жду маму, правда. Какой-нибудь проблем с папой были. Тим, я бы хотела, чтобы ты вспомнила свое детство. Каким оно у тебя было? Я была как игрушка, о которой забыли. То есть, мама постоянно работала. Ей было не до моего воспитания. Ну, она очень мало уделяла мне там теплоты и заботы. Хочется иногда услышать, типа, там, дочку, я тебя люблю. Все будет хорошо, у тебя все получится. Для нее сказать, там, я люблю тебя, это очень сложно. Я ей постоянно не говорю это. Но я не слышу ответа ничего. Я слышу только что. Зачем это каждый пять минут говорить? Бла-бла-бла, типа, ты должна это, типа, показывать своими действиями. Я же все держала в себе. А почему? И сейчас лежу в себе все. Почему? Ну, наверное, потому что мне дали понять, что я еще никому не нужна. Может, пора уже маме признаться? Это был бы очень крутой опыт. Просто поговорить с мамой. Тин, на самом деле, твоя мама. Не переехал? Прикольно. Мы пытались ее уговорить. Дальше предлагали деньги. Я до последнего ждала ее. Я слышала радостные крики девочек. Даже те, которые не ожидали, что к ним приедут. А я как идиотка, б***ь, белая ворона, б***ь, жду, жду. Думала, что мама все-таки приедет. Ну, кого-то вообще мама нету. Я ее крепко обниму. Ну, я обидел. Скажу, что я ее люблю. Скажу, что у меня внутри. Но она не приехала. Почему я должна стоять в одном ряду с девочками, у которых просто нет живых родителей? Она, б***ь, в Москве, б***ь, живет. Тут ехать максимум полтора часа. Ох, еб***ь, сопли побежали. Вот это сопля вылетела. Я лучше бы, б***ь, я вообще тут не раздался, б***ь, этот свет. Меня бы лучше выкинули в этот, б***ь, детский дом. Да и все. Я ей никогда этого не прощу. Никогда. Пусть она это видит, б***ь, сейчас. Никогда я этого ей не прощу. Если она не может, б***ь, приехать к своей б***ь, дочери. Почему? Еб***ь, у нее демоны усилились. У меня больше нет, б***ь, матери. У меня никого нету, ясно? Очень больно, б***ь. Никогда так больно не было. Мне как будто сейчас 10, б***ь, огромных амбалов. Сейчас, б***ь, вот так же мне больно в сердце. Я не можешь, я в ней веду. У него жесткий нервный стресс. Я не хочу разговаривать. Неделя только начинается. И, возможно, Тина еще дождется приезда мамы. А пока что счастливчики, которым... Так, подождите, в смысле дождется, возможно, приезда мамы. У вас там, скажите, еще мамка просто с работы не могла отпроситься, поэтому приехала вечером, да? Боственники приехали, решили провести экскурсию по школе леди. Ага, экскурсия для родителей, да? Мама, не бей меня, мокрый, тросавец. Там вообще, там пивас, короче, все пацаны. Че, говорит, какое голосование зрительское? Я говорю, да я скажи ему, все палася по ним, там все МЧС, мой начальник, это в киоске, зрительское голосование. Я говорю, да нет, всем привет, там, скажи, болеем, удачи. Я говорю, ладно, поехала за победой. Где Анжеличка? Стой, я тебя хочу познакомить. Это мой самый близкий друг на проекте. То есть, ты бы так, ты бы рада, Белка. У меня девочки знакомы, наверное, со своими мамами. И говорили обо мне хорошие слова, что вот, это Анжеличка, у нас добрый человечек, мы ее все любим. Ну, это хорошо. Не хочу я уходить. Мне даже, в ***, сказать нечего, я не хочу ничего говорить. Можно когда-нибудь прощу, типа, но не сейчас. Я не вышла к своей маме, мне было, знаешь, даже не стыдно. Просто у меня был настрой, что я не хочу ее больше видеть. Я ей высказалась, все, я не хочу ее видеть. Что случилось, я не знаю, я так и не поняла. Странно, да? Что-то на него повлияло, на нее, на него. Я не знаю. Пойдем и наше поросячье ложе показывать. Мам, когда посмотришь Наташу на визитку, не ругай меня, что я с ней дружу. Мам, ну, конечно, не удивляйся, вот моя хата. Это моя хата, мам. Это более-менее, да? Это очень хорошо. Москва не сразу стоила, если ты что, захотела за месяцю леди стать. Но по сравнению с тем, что было, уже хорошо. Я была очень рада за девочек. Но при этом я думала о том, что я могла быть на том же месте, что они. Но в итоге этого не произошло. И было очень грустно. Ну, я хотя бы не одна, спасибо. Нас много, если честно. Я знаю, нас пять. И сколько нас? Четыре? Четыре. Класс. Ну, вот. Супер. Мы спим с Наташей здесь. Мы набиваем себя булочками, и у нас даже подписан кровать. Я не особо переживала. Она везде, мне кажется, устроится, обустроится. То, что здесь будет хорошо, я даже и не думала, что здесь может быть по-другому. Это все замечательно. Конечно. Я очень кучаю. По родной маме. Небиологически. Вы знаете, сейчас такая атмосфера тепло. Домашнему тепло. И это очень круто. Посчастливится ли девочкам, которым не приехали близкие сегодня, почувствовать это тепло завтра? Навестит ли их кто-то? Ведь на завтрашнем испытании без поддержки близкого человека не обойтись. Типа друзья. Вот где мне какие-то другие, там дяди, тети, друзья. А пока выдалась свободная минута, девочки отдыхают у бассейна, чтобы набраться сил перед новым испытанием. Наташ, ты идешь купаться? Не, идите без меня. А что случилось? Это великая реклама. Кот-температура. Ну привет. Ты где простудиться успела? Сама не знаю. Наверное, где-то продуло. Так, план таков. Я погнала купаться. А тебе? А ты? Держи Кагоцел. Это классный противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ. И на будущее его можно использовать и для профилактики этих заболеваний. Спасибо. Хотя обычно я не думаю о профилактике. Вот теперь и будешь думать. Ну все, я погнала. Начинается новый день в школе леди. Пацанки вместе с мамами отправляются на совместное испытание. Москва. Москов-сити. Вау. Пахавы. Как похоже с украинским сезоном. Блин, вот каждый сезон практически повторяется с испытаниями. Меня зовут Григорий Мосин. Я брон-шеф. Сегодня вы приглашены на ужин, где будет директор школы. Этот ужин вам нужно будет приготовить самостоятельно, вместе со своей мамой. Ну а когда мамы нету, то девочки будут на пару, да? А, Костя с мамкой сзади стоит. Тина, Настя, Анжелика и Вероника. К сожалению, к вам вчера не приехали мамы. Они как брошенки какие-то. Никому не нужные дети. Мне кажется, они до последнего ждали, что к ним все-таки приедут. Но у меня есть для вас сюрприз. Люди, которые заменили вам самого близкого человека. О, ты муж, наверное. Можа, муж, муж, муж. Да. Ну как я мог не приехать? Ты что? Что за светлазы? Мы ни разу в жизни так надолго не расставались. Вообще за два года. Анжелика, какие предположения? Сестра точно не может приехать у меня ребенок. Этот человек всей душой болеет за тебя и верит в тебя. Это твоя сестра Кристина. Я рад за девочек. Вот видно, как они счастливы. Что это не мамы, но это прям... Бля, дайте ей кого-то хорошего. Настя, кто мог бы приехать и поддержать тебя? Мама. Серьезно? А что она тогда не приехала? Что-то я вообще не въехал. С одной стороны, это была и радость, а с другой стороны, какой-то... Столько народу хотелось... Ну, типа воспитатель мамы, не биологический, но все равно, как бы, ну, мама назовем там, ну, не знаю, воспитатель. Ее как-то защитить и... Они надо приглашать только биологических матерей, да? Я не расстроилась. Вчера ко всем приезжали биологические мамы. Вот. А у меня биологической нет, но у меня есть родная. Я знала, что она все равно приедет. Приехала воспитатель из детского дома, да, и когда девочка называет ее своей мамой, это, конечно, большое стоит. Вот, и я считаю, что ей прям... Прям, блядь, что хочу держись. Очень трогательные какие-то моменты. Фух. Кого бы ты хотела увидеть вместо мамы? У меня мама есть. Я хотела поветить маму. И она приедет, да? Очень сильно. Проблема в папе. И если он узнает, что она приехала, то он начнет скандалы. Я думаю, она приедет. Я надеюсь, что она придет ко мне и обнимет. Потому что про нее вспомнили, что... А вдруг она приедет? К сожалению, к тебе действительно никто не приехал. Бля, ну это жестко. Чтобы мам не приехала, у меня это вообще не укладывается. Кто приговорит, блядь? Мать года, блядь. У нас какие-то отношения не было с мамой. Я же приехала. Хоть и ругались, хоть и разговаривали. Не хочет, но я все равно здесь. Ну да, согласен. Настолько за нее больно как-то, что лучше бы никому никто не приезжал, чем остался один в коллективе, к кому мать не приехала. Благодаря попаданию в школу «Леди» ты смогла найти здесь настоящую опору и поддержку. Учителя какого-то. В лице Марии Третьяковой. Короче, дали педагога. Будешь со мной готовить сегодня? Да. И мне не хотелось бы. А то как это рейтинги, блядь. Ты должна сниматься в программе, хоть на тебя все насрали. Ну, это обидно, конечно, я согласен. Моя роль здесь, она получилась неожиданно. Все думали, что приедет мама Тины. Я просто к ней выбежала, обняла ее, сказала, что все будет хорошо. И она не одна. Ваше здоровье. Третьякова очень вообще крутая и молодец, что она ее поддержала. Это важно. Пары сформированы. Семейные пары должны приготовить известное блюдо. Но только один член команды будет знать рецепт. Его задача – жестами показывать ингредиенты, как в игре «Крокодил». Напарник же должен отгадать рецепт и приготовить этот кулинарный шедевр. Типа, это для того, чтобы нас совместить и вы там померитесь и вы до гроба. И время пошло! А что, настолько жесткая штука, что нихерна не слышно там, да? У меня было четкое ощущение, что я опять на работе, в детском доме. И вот эти вот бешеные, сумасшедшие, блин, 10 Наст Петровых, которые вот в кучу не собираются. Типа, что-то готовят. Мы какой-то фрешмак готовим. Ой-ой-ой, это у них там какой-то норабует вечер. А то оно накрашенное было. Яблоко вот так вот, да? Вот так. Селедку я вообще вот так показала, типа. Просто… Бля, селедку показать? Нет, что показать там, не знаю. Ну вот так вот как-то. Ну вот так вот. Типа, лещ! Был момент, когда мы были в лесу, и она рыбу мне леща дала. И типа, поэтому я показала вот так, и она сразу поняла, что это рыба. Желтый. Улыбка. Желтая улыбка. Морковка. Банан. Хвост. Да я показываю. Яйцо. Что, наушники? Желтый. Хвост. Показала на Рому, мужа, Ники. И показала на ***, типа. И показала, типа, яйца. И я пошла, яйца там не взяла, понятно. Показала на яйца. Ну, я поняла, что спагетти. Спагетти и карбонара. Одна из самых популярных паст в мире. Ага. Я дома это, ролл там запариваю. Вот это самое популярное вирмишель в мире. А не ваша гребаная карбонара. Моя мама не знает, что такое карбонара. Я просто, когда я макароны уже увидела, я поняла, что спагетти готовят. Я думала, в принципе, мы провалим все. Короче, у них там есть блюдо. Чтобы мне все-таки понять. И для нее это вообще не похоже. Я ее в этом плане не узнала. А, говорить им запрещено. И для меня это был шок. То есть рот должен быть закрытым. То есть с наушника что-то слышно, но если молчать, то ни хрена не слышно. Порезать курицу. Ну вот, вот, сразу поняли друг друга. Сразу. Они такие прям накрашенные. Наверное, будет балл. Вот это вот еда что-либо, да? Вот это еда что-либо, да? С молоком сбить? Ага. Мы прекрасно работали вместе. Вообще замечательно. Что делаем дальше? Покажи мне. А тут наоборот мама объясняет. Я поняла. Хорошо. Я не видела своего ребенка таким открытым и желающим так много совершить. Я не видела такой. Мам, я тебя люблю! Ты не будешь больше этим заниматься. Не будешь. Ты думаешь, мне нравится эта работа? Я не начала объяснять. Я поняла, что это очень сложно. Кружка. Ставлю. Туда ставлю. Иду туда. Муки. Ну, нахер его объясняют. Такие ингредиенты, как желатин, очень сложно объяснить. Она не понимала. Ну, да. Сейчас будешь такое лицо делать, я не буду ничего с тобой готовить. Меня просто бесит все. Я с ней пришла молчать, что ли? Прятки играть. Мы и словами-то друг друга не понимаем. Мне не нравится это испытание. По-моему, у кого-то бомбит. Слушайте, вы самая-самая конфликтная команда. Я с мамой вообще не общаюсь. Ну, у нас с ней никак не заладилось общение, отношения еще с детством. Да, тут нормально с Белкой. Здесь и мамка такая, озорная, бля, махает. Белла, а сколько ты уже съела? Продни вот эту салфетку. Я? Нет больше? Я ингредиенты пробовала. А что нас живет, а понять не могу? Жрешь и жрешь, а? Насколько можно-то, а? Да я маленько. Очень странно. То есть, он ей говорит, а она ему отвечает. Что у вас за наушники? Они что есть, что нету, так понимаю. Да, так чисто для красоты они одеты. А у вас готово, блядь? Да. Нет. Я же говорю, блядь, что у вас за наушники? Чувак подходит, у вас готово блюдо, да? Поэтому они особо не говорят, а мол, что так вот. Это для вида сделали. А что у вас за блюдо? Я не знаю. Кулинария это вообще не мое. Это обычные строительные наушники. Господи, прошу, я уже запомнил. Они дают полную тишину для того, чтобы перепонки не палопались нахрен при шумной работе. И слух не пропал. Через 10 секунд вы должны поставить на стол готовое блюдо и отойти от столов. А, там все зеркалит. Сначала одни готовят, потом другие. Белла, 4. 3. 2. 1. Все подняли руки и отошли от столов. А Белла топчет. Белла, пожалуйста, сделай так, чтобы Лауре хоть что-то осталось. Ну, смотрится красиво. Ага. Мы очень рады сегодня вас видеть вместе. Как вы думаете, у вас получилось? Надеюсь. А вы успели выпить уголь? Не черный уголь, а белый. Хорошо. Нормально? Да. Хорошо. Анастасия Петрова. Какое-то очень эффектное. Издалека. Боже. Фрашфрак. Франшпак. Фраш... Фрашмак. Фаршмак. Вот, фаршмак. А, ну что это называется такое? Я никогда его не ела. Ну, это с рыбкой, да. А если честно, мне нравится. И мне нравится. Вкусно? Я бы такой салатик даже на новогодний стол бы и соорудил. Спасибо. Молодцы. Маман. Белка. Панакота. Это десерт не сладкий. Это гиетический. Мы понимаем, что же мы накосячили. Он как бы не последнее испытание еще победит. Нам проекта поехала за победой. Пока у Белы все окей. Она не вылетит. Здравствуйте, сырочески. Если не хочет бухать, но я думаю, что не начнет. По-моему, мы вместе с мамой очень старались. Луковый суп. Что в этом подсунули? Здесь просто вареный лук. Вот тут уже есть шансы на вылет. Все равно вкусно. Не сырой же мы тебе подали. А вот тут она может вылететь. Ее могут специально... На самом деле, вот им дали луковый суп. Вот приготовь его вкусно. На самом деле, если то лук не улюбит, то его жрать невозможно. И вот такое вот чувство, что специально подставляют их, чтобы они вылетели. Потому что уже они не такие делают рейтинги. Им особо не интересно помогать. Сливки-то вы взбить могли по-нормальному? Сливки стояли в теплом месте. Именно поэтому они не взялись. Ну, извините. Я хотела бы лучше, но я не могла лучше. Чахок били. Не хватает перца, не хватает соли, не хватает сахара. Ничего страшного. И здесь вариант на вылет. Костя, ты себя убедила, что все же нужно пытаться найти общий язык? Не хочешь быть по-прежнему рядом с мамой? Нет, я хочу быть одной. Одна. Таня, почему вы плачете сейчас? Специально такие опросы сдаются. Их реально оторванет. Просто сейчас хочется понять, улучшились ли ваши отношения после вчерашнего разговора. Я надеюсь, что да. Мне было обидно и стыдно перед Лаурой Альбетовной, что оно вот так вот у меня. Давайте же попробуем наше блюдо, а то оно так и уже остыло. Карбонара. Поделится. Ну, сейчас их похвалят. Слушай, я бы ее доел бы даже. Согласна, кстати. Это вкусно, зря вы переживали. Спасибо большое. Хорошее блюдо. Я не ожидала ничего от мамы, правда. Я надеялась на себя. И вы молодцы. Им это нужно было для того, чтобы они поняли, что они вдвоем делают нечто большее, чем думают сами. Костя это, мне кажется, пока что точно не поймет. На самом деле это было испытание не на проверку ваших кулинарных талантов. Мы хотели проверить, насколько вы понимаете друг друга. Готовы ли вы слышать друг друга после вчерашней встречи с психологом. И самое главное, сумели ли вы сегодня договориться. И я предлагаю сегодняшний день считать днем рождения ваших новых, ваших обновленных семейных отношений. Ну, я понял, что все справились. Все, молодцы, классно. Я рада, что мы так провели классное время. И мне бы хотелось готовить дальше с Ромой. Что, идем к финальному испытанию? Мы приезжаем домой. И нас опять разъединяют. Неделя примирения с мамами подходит к финалу. Пацанок и их родных ждет совместная фотосессия, которую проведут эксперты проекта. Серьезно, блядь, да вы не говорите, что это такое же испытание, как в предыдущих сезонах. А-ля повторите фотографию. Бля, пожалуйста. Ну, это будет полный зашквар. Ну, тупо из раза в раз одно и то же. Пожалуйста. Граф Вадим Яцун и стилист Алексей Сухарев. Для кого-то это первое совместное фото в жизни. Это заключительное испытание с родными и последний шанс сблизиться и понять друг друга. Привет, красавчик. Просто фотосессия, да? Да, красавчик у тебя. Выглядишь просто супер. Угу. Как ты себя ощущаешь? Для меня, ну, привычка. Брюки и пиджак. Ну, выглядело прикольно, стильно. Скажи, пожалуйста, ты готова видеть маму? Нет. Почему? Я боюсь просто. Чего ты боишься? Просто будет как-то, не знаю, не по себе. Я максимально не хотела фотосессию с своей мамой. Максимально не хотела. Я специально подобрал для мам образы, которые полностью отображают увлечение их дочерей. Для того, чтобы пацанки видели рядом с собой не строгого родителя, а близкую подругу или сверстницу. Что, тоже татуировки нарисовали? Что, надо в офисе сойти работать? Давайте попробуем, запечатлим этот момент. Пусть это будет момент такой, какое-то появление чувств, любви и тепла. То есть просто фотосессия, да? Я пошла туда только, чтобы выполнить задание. Слава богу. Правда, а не потому, что я хочу с мамой. Уже лучше. Просто я думал, блядь, это будет... У меня есть напряжение, будет чуть-чуть светлее. Я считаю, что мы абсолютно два разных человека. Я умнее, я красивее. Мне похоже, слава богу. Как будто не она меня родила, я тебе клянусь. Выберитесь за руки. Нет, просто она себя запустила очень, и ты моложе. Улыбка легкая. Что именно тебе некомфортно? Ну все. Мне не хотелось держать ее за руку. Ну мне неприятно. Вы можете какую-то сделать позу, которая будет теплее, возможно, какое-то объятие? Ну она, видно, старается прям жестко. Можете посмотреть друг на друга? Не, я не люблю смотреть в глаза, когда мы очень близко. Кость, это мама. Я не смогу так стоять, говорю. Попробуй. Я не смогу смотреть в глаза. Нет, я не могу. Когда на этот проект ребенок приехал, он вообще изменился. Он даже близко к свиньи подпускает. И я хочу, чтобы она была самая последняя встреча. Я не хочу больше, знаешь, ни звонков, ничего. А приедет обратно на родину, все будет по-другому. Я говорю, здесь ему кто-то едет, там кто-то капает, капает, капает. Поэтому она вот так вот. Раз, два, три. Следующей на фотосессию выходит Тина. А она с кем? Опять одна. Как ты считаешь, на сегодняшний момент, на сейчас, твоя мама приехала или нет? Потому что она стриптизерша. Я не знаю, что она не приехала. Почему ты не приехала? Ты когда уехал, папа что тебе сказал? Помнишь? Да. Я не хочу там, не хочу я там вообще светиться, Тин. Ты сегодня будешь не одна. Здравствуйте. Тин. Ну, вот такое детский сад, ну ладно. Я очень тепло отношусь к Тине, потому что это вот ребенок в теле женщины. И я понимаю ее какие-то детские горести. Мне хочется, чтобы мама приехала. Сейчас стояла рядом со мной, обнимала меня, говорила теплые слова, поддерживала. Прими сейчас заботу от нас, Вадима, от Марии Владимировны. Попробуем, да. Молодец, красавица. Ну, такое лицо прям. Мне правда не хватает, не хватает твоего тепла. Я очень хотел, чтобы мы с тобой обнимись, поговорили о том, о чем не могли поговорить. Была такая возможность. Обнимемся, ну не плачь, обнимемся зимой. Спасибо тебе за большое, за вот эту поддержку, мам. Я тебя никогда этого не прошу. До свидания. Все с родителями, я годная, я говорю, зимой, плачу. Ну да, обидно. Мамке стыдно приехать, либо боится какого-то скандала с батей. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ты очень красивая. Спасибо. Нереально. Поняла, в чем образе ты сейчас? Да, я в образе Марлины Монро. Ты готова увидеть маму? Конечно. Как вам, дочь, скажите? Включаю. А дочь, когда накрасится, да, красивая. А когда не накрасится? Ну, когда не накрасится, простая девочка маленькая для меня. А я не понимаю, для чего мне дома краситься. Мне, например, тональник жалко, он тоже, знаете, каких бабок стоит. Она потом сама на меня орет, куда ты столько тоналки тратишь. Я на гулянки-то наношу слой, что у меня аж лицо на 2 килограмма тяжелее становится. Я, может, дома хочу, чтобы у меня кожа дышала. Скажите, а что бы вы хотели поменять вашей дочери? Ну, чтобы она побольше, наверное, уделяла внимания, когда она дома своей внешности. То есть, а что в Ксюшиной внешности? Она хрена дома, согласен. Она неухоженная, злохмаченная. Так хочется, чтобы она была леди и дома тоже. Я не ходила с вытянутыми коленками, как говорят иногда, ироны-халаты. Вообще-то я как бы уже становлюсь леди, и мое лицо меняется, как и мои мысли, мой характер, мой харизм. Поэтому... Не, ну я согласен, если она дома вообще как бомжика ходит и просто там голову не моет, думает. А на хрена мне мыть голову, типа, если я на улицу не иду, то да ладно, но, типа, красится постоянно дома. Если там тебе в гости не приходят и так далее, типа, я в этом смысле вообще не вижу, согласен. Типа, на хрена? Не знаю, что ей, как обычно, не понравилось. Моей маме очень сложно угодить. Ну, я не понимаю, зачем мне дома ходить накрашенной, я же по дому хожу. Он говорит, что тебе надо накрашенной именно ходить. Я всегда красивая. Критика не есть любовь. Будьте поддержкой, да? Я поняла вас хорошо, я приму это к сведению. Да, он прав. Надо было сказать, что я всегда ей восхищаюсь. И вообще, я ее люблю. Просто тебя временами маняют, а так я тебя люблю. И давайте сегодняшние фотографии станут началом веры в вашу дочь. Хорошо? Ой, какие же красивые. Смотрим все в кадр на меня. Раз, два, три. Отлично. Еще раз, раз, три. Дуем, дуем, активнее дуем. Молодцы. Все до нас и долетает. Прекрасно. На сегодня она прям молодец. Леди-леди вот сейчас была. Это я хочу, чтобы она все-таки до конца дошла до этого образной леди и была всегда в этом образе. На самом деле я не смогла полностью прочувствоваться снижением с мамой, потому что она меня опять же упрекнула. Ох, затоналили прям. Ох, заретушировали лицо. А вот остальные пары получили от фотосессии максимальное удовольствие. Да, даже белка. Отлично. На меня посмотрели. Красотки. Black style. Ну вот от Жилики короткая стрижка и идет. Она спокойная, она слушается, слушает людей. Хотя, с длинными волосами тоже на девочку похоже. Поехали домой спокойной душой. И очень безумно рада, что она видела во мне изменения. Для меня это очень важно, потому что я всегда ей пыталась что-то доказать. Я обещаю своей сестре, что дальше я еще буду дальше меняться, становиться леди. Я ей обещаю. В свое обещание я с дружим. Ох, учительница. Отлично, просто магически хороши. А шейник этот? Несмотря на этот жуткий образ, я очень рада, что мы вместе, душой, телом. Ну, наверное, это та вселенная, которая мне и была нужна много лет. И я, наверное, для нее то же самое. Мы столько теплых слов друг другу за эти два дня говорили. Я столько ее наобнимала, натрогала, что... У меня уже хватило, да? Я и она поняли одно, что мы начали наши отношения с нового листа. Катька. Вот просто one love. Для меня она уже победитель. Я смотрю на это вообще чудо природы. Я не понимаю, как она могла быть агрессивная. А она что, хоккеистка, да? Отлично, Верочка. Нам было нужно почувствовать там объединение, может быть, там, начало какой-то новой жизни. О, бля, любовь я смотрю до горлового прямо с Белкой. Какие вы красивые. Это невероятно просто. Спасибо. Улетаю со спокойным сердцем, но буду, конечно, переживать, как она дальше будет проходить все испытания и как будет семья вести. Вы там что, мамку подменили? Я очень рада, что мы... Мне непонятно. Либо мамку подменили, либо Белка как бы очень жестко мамке отзывалась, и к чем она на самом деле не была. Непонятно. Либо мамка что осознала? Напишите в комментариях. Как будто вообще это самые близкие люди из всех, кого взяли. Мы все-таки все решили, и я надеюсь, что в будущем мы станем с мамой еще ближе. Понятно. Я понял. Свадебная фотосессия, да? Вероника, как ощущения? Волнительно. Руки трясутся. А какая ты была на своей свадьбе? У меня была бандана черная, футболка, шорты и кроссовки. Жених твой был в чем? Так же, как и я. Ну, а сейчас он пришел в костюме. Я понял. Офигеть! Ты тоже круто выглядишь. Это мой муж! Рома я вижу первый раз в таком виде. Веронику ни разу в жизни такую не видел. В свадебном платье так точно. Это прям до мурашек было. Ты очень шикарно выглядишь, а тебе идут платья. Особенно свадебные. Я вижу, как у нее глаза горят. Я смотрел ей в глаза, у нее прям огонь. Я знаю, что у вас не было полноценных фотографий со свадьб. Поэтому сегодня мы должны закрыть этот момент и отснять, наконец-то, вашу свадьбу по всем традициям настоящей love story. Короче, идти по свадебной фотографии. Ну, это круто. На память. Этот момент очень сильно напомнил, что мы действительно семья. Действительно, уже два года как муж и жена. Это все серьезно. Вероника, я хочу пообещать тебе. Буду делать комплименты, буду замечать тебя, буду стараться уделять больше времени, внимания, которого тебе необходимо. Буду стараться поддерживать тебя во всем. Я тебя очень люблю. Я тебя люблю. Я хочу пообещать тебе, что такой, какой я была, я больше не буду. Рядом с тобой я буду маленькой и слабой девочкой. Обещаю, не закатываю тебе истерики и научиться вкусно готовить. Я тебя люблю. Ну что, объявляю вас мужем и женой, друзья мои, горько. Я опять влюбилась в своего мужа. Я думала, что на два года все-таки надо переиграть свадьбу. Я согласен. Я счастлива. Все, теперь финальное испытание, правильно? Да. Добрый вечер, девушки. Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. Половина учебного процесса позади. И эта неделя, мне кажется, была для вас счастливым экватором и новым вдохновением для дальнейшей трансформации. Предлагаю начать с презентации вашего фото. Хотите посмотреть? Конечно. Боже мой. Блин, мама у меня там такая красивая. Она такая там счастливая. Я вижу, что здесь моя мама мной гордится. А вот почему они были накрашены на фотосессию. И очень важные слова на уроке технологии. Она сказала, что мы начинаем с нового листа. Спасибо, Наташа. Вау! Мне она очень нравится. Нравится на себя смотреть, смотреть на свою маму. И это такой большой прогресс для меня. Я очень счастлива, что я наконец-то с мамой помирилась и то, что я могу с ней общаться. Костя. Круто. Это что-то модель. Вот это. Там из Гучи и Лакая. Вау! Очень крутая фотка. Это очень красиво. Хочу вам сказать, Тина, что я очень горжусь с вами. Вашим мужеством. Вы смогли собраться. Тогда у нее была такая сложная неделя. И сделали на фотосессии то, от чего могли бы отказаться. Я анализировала поступок моей мамы. Я поняла, что я одна для самой себя. И это моя сила. Вы такая прекрасная и беззащитная и сильная женщина. Спасибо. Спасибо вам. Фотографии всех девочек великолепны. Потрясающая точка в завершении родительской недели. Теперь перейдем от лирики к сухим фактам. Вер, что касается ваших успехов ученических у нее шансы большие на этой неделе, то их не было. Алло, привет. Косяк у меня был только с английским языком. Нет, ребят, косяк в том, что ты уже не делаешь рейдинг, я тебе скажу. Тут уже начинается веселье в том, что извините, убираем тех, кто менее интересен, уже исправился, не такой трешовый и так далее. Поэтому я понимаю, почему хотят Веру выгнать. И шансы, что она вылетит, большие. На протяжении всей недели, все испытания я реально старалась, я реально рвала попу свою. Как и не было провалов, мы забираем у вас черную ленту. Давайте ее нам. Хотелось бы больше успеха. Хорошо. Не выгоняете? Вас услышала. Вера в последнее время вообще себя не проявляет никак. Ну, то есть, она вроде бы ничего плохого не делает, но ничего хорошего она тоже не делает. То есть, бездействие тоже это плохо. Анжелика Лужанская. Ну, посмотрим, давайте. Вы всю неделю ходили с отличительным знаком школой леди. Да. Каково это быть лучшей из всех? Эта штучка мне помогала. Дала понять, что я заслуживаю быть леди. Пусть она там и остается, да? Или что? Чего так и не смотреть? Есть основания. На этой неделе, увы, Анжелика, вас лучше уже не назвать. Вы проявили безразличие к детям в детском саду. Эм... 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 Проявили агрессию в присутствии психолога. Ну... Я зла просто. У меня был взрыв. Я не хочу себя поправдывать. Я просто очень была сильно злая. Именно поэтому, Анжелика, я прошу вас снять белую ленту и отдать ее мне. Это справедливо. Я знаю, что прекрасно я не должна была это так делать. Должна была чуть-чуть по-другому реагировать. Настя, как вам материнская неделя? Неделя у меня прошла абсолютно вся в слезах. Уже вот тут просто мозоли от того, что слезы падают. А почему вы на этой неделе не улыбаетесь? На проекте я начала заново доверять людям, заново открываться с более доброй стороны, а в итоге я получила одиночество. Объясните, что произошло? У меня на этой неделе переехали все девочки. Настя просто *** своим поведением. Она не считается с мнением других девочек, поэтому все, кто жил в комнате вместе с Настей, решили переехать в комнату к Марии Третьяковой, потому что там нам спокойнее, мы ложимся спать позже, мы можем болтать о чем угодно и не бояться, что нас кто-то осудит, зачмырит и так далее. Я не понимаю. Это жестко. Ну как ты не понимаешь, почему мы от тебя съехали? Столько боли ты принесла всем. Начиная от моральной, заканчивая физической. Физической. Девушки, чья была идея переехать всем факультетом от Насти? Ксения. Да. Какая ваша роль в этом бойкоте? Моя роль здесь такая же, как у всех. Это сугубо мое решение. Я говорила, что я этого человека боюсь. Ее физическая сила. В глубине моей души у меня есть обида за первый день. Ну да, как она и в кабину валила. Они живут старым. То, что вы не можете простить, это ваша проблема. Постоянно был какой-то человек, которого все гасили. И Настя была зачинщиком этого. Настя доводила до такого состояния всех. Она довела до такого состояния Бунину в первые дни. Она ее максимально хейтила. Она довела до такого состояния. Лазутину и Нику. Это было постоянно. Человек не выдерживает морального давления. И Настя сейчас тоже этого не выдерживает. И Белла не выдерживала. Белла, я помню, что в начале обучения вы были достаточно близки с Анастасией. Да. Были. А теперь вы также оказались в чужом лагере. В чем заключается ваш конфликт? Когда меня выгнали, мне девочки рассказали, что именно этот человек подошел к двери и сорвал с улыбкой на глазах мое имя и фамилию. И сказал, как же я давно этого хотела сделать. Настя, это правда? Нет. И тут у нас появляется голос Бога. Голос Ксении Прокофьевой. Это правда. Нет. Это правда. Абсолютная правда. Мы сидели в комнате. Это кто видел? Мы сидели в комнате и видели мою улыбку. Я это видела. Это была не улыбка, это были слова. Как я давно мечтала это сделать. Нет, ну это давно было кончиться реально. Пить в туалетке водку мешать. Именно поэтому этот человек заслуживает ехать домой. Ну да, она врет, конечно. И был момент, когда Настя подходила к этой ленте и говорила, она позорит наш факультет, я хочу перевесить ее в этот факультет. Спорить с этими бакуанами с командой я не собираюсь. Я говорю вам честно и откровенно. Я сидела в комнате, слышала эти слова и слышала, как срывается вот эта Эбеллина надпись. Вышла, и ее там больше не было. Мне незачем врать. Я ненавижу, когда люди врут и стараюсь избегать лжи сама. Настя, вам есть что ответить своим одноклассницам? Я не понимаю, что мне говорить. Коллективу верят больше. Клянусь, напоминаю детский дом. Отвечаю. Просто вот атмосфера сейчас такая же. когда человек злой и когда он есть повод за что-то ненавидит, он никогда не вспоминает хорошие поступки. Любит видеть плохое. И не любит замечать, когда человек делает чуть больше, чем они. Пожалуй, это все. Научитесь прощать. Им нужно смотреть шире. Это им нужно работать над собой. Что-то уже оправдание идут. Они не на собой. Я работаю. И это видно. Ты... Жопа, жим, жим. Человек просто не понимает всей сути проблемы. Человек не понимает... Он вообще, видимо, настолько в себя влюблен, настолько считает себя самым... Задали прямой вопрос. Самым лучшим, что не замечает ничего вокруг. Трансформация некоторых из вас происходит так медленно, потому что вы занимаетесь конфликтами, внутри коллектива вместо вашего собственного преображения. Да? Схавала ты меня эту неделю? Тебе, моя очередь, хавать тебя. Бог не яшком видит. Кому тяжко, я вернулась, и тебе просто будет вот и все. Ау! Они с друг другом борются. Когда я начну жить не одна, когда отопление включат. Ну, нет желания с человеком общаться. Когда были моменты, она гасила всех. Причала возвращаться бумерангом. Я соглашусь со словами преподавателей. Все видят только меня. Пока они говорят, какая я плохая, они от этого не становятся лучше. Я не трачу время на то, чтобы смотреть на них. Мне все равно. Это их жизнь. И каждый сюда пришел менять свою жизнь. А они этим не занимаются. Девочки, как вы видите, теперь она одиночка. Мы сегодня не вручили ленты никому. Потому что крайне сложно было разглядеть вашу работу за бесконечными конфликтами, неприятием друг друга. Девочки, вы пытаетесь вершить судьбы и думаете, что вправе решать, кто заслуживает исключения из школы леди. Что ж, мы дадим вам эту власть. Сегодня вы решите, кто покинет школу леди. Бля. Они же ее будут сливать. Но это, знаете, это будет тот момент, когда они еще все сольют, а ее оставят и скажут, а вот теперь ты решай, кто вылетает. А я *** была. Честно. Это провокация. Я не готова была. Понимаешь, кто был? Это гребанная провокация. Это не мое. Мне стало страшно. Я просто *** поняла, что все. Давайте будем думать о позитивном. Человек, который сможет справиться с тем, что происходит за пределами сейчас. Кто? Назови хоть одного. Ника. Она надолго уже задержалась. Даже муж ей сказал, что она там *** и все исправилась, она молодец. Да, у нее есть муж и я искренне верю, что у тебя все получится. Я выбираю Настю, потому что человек не имел на протяжении всего времени, которое я здесь нахожусь, унижать меня. Она не имела права на это все. Я за Наташу. Мы не выберем коллектив, но у всех разное мнение. Я предлагаю устроить голосование. Поднимайте руки, кто против меня. Ноль. Анжелика, ноль. Катя, ноль. Костя, ноль. Наташа, один. Настя, три. Я вижу, что Настя сидит и врет преподавателям, и вы сами это знаете. По-моему, это неуважение максимальное к людям, которые пытаются тебе помочь, обманывать их. Это просто низко, Настя. Зачем ты врешь? У девочек есть определенная задача. Петрову Петрова тут не нужна. Знаешь, почему? Потому что Петрова на четыре шага идет вперед от них. О чем можно говорить вообще? Когда ты тут искренне борешься с собой, когда ты реально хочешь измениться, тебе нужна помощь, и когда просто кто-то нагло врет и даже не может признать свою вину. Здесь просто соперничество. Я сильный не игрок, я сильный человек, который находится тут и им мешает. Но они не понимают того, что выкинув меня, они не приблизят себя к первому месту. Вероника. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. За Веронику даже больше. Огласите, кто должен покинуть школу леди. Общим коллективным советом было принято решение. Ну, так не работает, наверное. Анастасия Петрова. Давайте последний раз, заключительный. Кто против Вероники идет? Три голоса. Уже три? Люди могут думать и менять свои решения, и это нормально. Против Анастасии повторно сколько идет голосов? Два, три, четыре, пять, шесть. Но в коллективе десять человек, шесть голосов, как ни крути, это единогласное решение. Изначально все были за Веронику, до того, пока я не высказала свое мнение о Насте, о том, что она врет. У них мнение стада, поэтому они рассуждают так, скажут, например, двое в их компании скажут, что там должна уйти Настя. Все. Ну да, главное, себя не слить. Все сразу ищут минусы только в Насте. Типа, почему она должна уйти? Блин, мне нравится Костя, вот на самом деле очень добрый человек, то есть она не хочет никого слить, она как-то старается со всеми дружить, вот прям вот молодец, вот вообще лайк для нее. Плюсов меня никто сразу не видит. Анастасия, решением девушек, не, не выгонят ее. Вы сегодня должны покинуть школу Леди. Не-не-не, не верю. Вот сколько бы девочки не кричали, женщина несправедлива, ее не выгонят. Именно они создают эту несправедливость. Вы серьезно? Мое сознание, что я покидаю школу Леди ни за что, абсолютно ни за что. Я вам есть что сказать на прощание. Я очень хочу попросить, чтобы люди просто в целом не замечали и ценили хорошая и искренность. Это в целом все, что я хочу сказать. Серьезно? То есть у вас так можно слить человека потому что он изгой? Не, я не спорю. Она вначале такое творила, морды клепала по полной программе. Но бля, если мы сейчас будем говорить о том, что было, бля, там тоже такого вытворяла, там Каспер такого вытворял, Костя тоже пассать и туда с... Девушки, помните, что коллектив сегодня Анастасия сделала с Гоем, а завтра вы ополчитесь против Анжелики, против Кости, а вам Анастасия. Я все же предлагаю, чтобы вы задумались, почему именно вы оказались в такой ситуации. Ну, никто не выгоняет. Не спешите собираться. У нас другое решение. Ну, вот и все. Вот и все. А я в этом был уверен, потому что... Это просто капля надежды от людей, которые могут создать эту справедливость. Да, это просто было испытание. Решили дать вам право выбора, чтобы проверить, насколько вы слажены как команда. Но вместо того, чтобы сплотиться и услышать друг друга, каждый из вас стал начали сливать. Тянуть одеяло на себя и перекладывать ответственность на другого. Но это была проверка. А мы не выберем коллективно, у всех разное мнение. И членам дали понять, что мы не имеем права за них решать. Это чтобы кого-то выгнать. Увидев это, мы четко поняли, что в школе леди нужны лидеры. Люди, которые не боятся брать ответственность за себя и за других. Люди, которые готовы повести за собой и пожертвовать собой ради общего дела. Мы объявляем выбор президента школы леди. У нас нету лидеров. И будет очень сложно. И будет много людей, которые хотят стать президентом. Все как-никак считают, что они лучше. Как бы это не казалось, что это не так. Кандидатом может стать любая из вас. Но для начала нужно разобраться, какими лидерскими качествами обладает каждый из вас. Проверка ваших лидерских качеств начнется уже завтра. вы познакомитесь с человеком, лучше других поможет вам разобраться, кто заслуживает звания кандидата в президенты школы леди. Наташа будет выбиваться. Нет, дайте Косте. Она выскочка, она управляет семей. Я Косте дал бы. подругами. Она справедливая. Это будет моя неделя. Победительница получит иммунитет, которым сможет воспользоваться один раз, защитив себя или соученицу от возможного исключения. Поэтому я советую направить ваш ресурс не на конфликты, а на работу. Мы верим в каждую из вас, но хотим увидеть, как вы боретесь и как вам важно это место. Естественно, будут бороться толпой против Насти. Все будут в любом случае. Как бы они не хотели быть сплоченными, как они говорят, они один будут жрать. Один как бы они не говорили. Доброй ночи. Доброй ночи. Серьезно? Сейчас на выгоне выставили, как будто мы звери, тираны. Знаешь, потому что она как бедная вечка села и начала пугать, я не такое. И каждый раз ее словам верят. Ты как никто другой должна знать, как тяжело быть жертвой, если ты в детдоме была. Почему ты тут каждого делала жертвой? И Беллу, и Бунину, и Лазучину, и Нику, и меня. Мы все почти побывали на этом месте. А сейчас она там и плачет, и п***ка, что все типа так не было, что она никого не гасила. Да это п***ка, это просто п***ка, п***ка, актерская п***ка. Это ей бы актрисе надо, а не мне. Я хочу покинуть ту, леви. Я устала, я не могу, я не выгодил, я не ненавижу одиночество. Жест можно, да. И она никого не слушает и не слышит. Вот сегодня я высказала, ей п***ка, она сама виновата, но ей будет сложно. Ей п***ку, и нам п***ка, мне п***ка, лично. Все толпой п***ка против нее, типа, да. Она когда-то там поступала неправильно, но почему никому не... Так она всю толпу гасила, Кость. Я не иду сейчас не против вас, не против нее, понимаешь? Но толпой гасить одну это на натуре жестко. Костя молодец. Хочешь узнать мое мнение? Давай. Я просто поддалась коллективу, я не была против тебе. Поступы под себя поджимают, реально. Я меняюсь тут, и я становлюсь доброй, я тебе честная. Я вижу. Спасибо. Поступок Кати, когда она ко мне подошла, я не удивилась, что уже была Катя. Пришла и призналась. Она в целом справедливая. Это не тот человек, который пойдет за толпой. Ей было стыдно. Ну, Вана Шиба, это просто слабое очень звено. Ее пальчиком по мане она пойдет. Нет, это как раз не слабое звено. Это на самом деле нужно быть сильным человеком, прийти, признать, что ты пошла просто за коллективом. Это неделя разрушит все. Вот этот, ну, типа, типа коллектив, тут вся дружба, про которую они говорят, это неделя все разрушит. Здесь будет каждый за себя. Понимаешь? Да. Это не стоит на самом деле. Ты готова к следующей неделе? Да. Ты будешь? Да. А я буду? Да. Молодец. Все будет супер. Я считаю, что я добьюсь здесь справедливого отношения даже к себе. Это жестко в одиночестве эти, правда. Потому что искренность от человека, она всегда видна. И я просто буду действовать немножко по-другому. Хотя я сама влюблю, сама себя закапываю. Но при этом я не буду злой. Я просто стану справедливой. Я не буду пытаться всем угодить. Я буду делать это честно. Вот и все. Посмотрим. Блин, просто ситуация в том, что ты и сама, знаете, и сама вроде врет, не признается, то, что так делала, то есть из-за этого девок все это бесит. Их прям рвет. А потом она говорит, я одна, типа я ее тоже понимаю. Короче, ребят, с радостью почитаю ваши комментарии. Вот мы и закончили седьмой выпуск. И как вы поняли, что никого не выгнали на этой неделе. Такое тоже бывает. Даже еще вернули одну участницу. Поэтому выпуски, я так понимаю, будут до нового года. Будьте подписаны на мой инстаграм, чтобы не пропускать новые выпуски русских пацанок. Всем пока.